МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории завода Мазда Солерс расположены два цеха по производству двигателей, ну и, конечно же, по производству автомобилей Мазда. Всем сотрудникам и гостям предприятия необходимо соблюдать технику безопасности, носить вот такие вот каскетки, ну а гостям необходимо надевать еще вот такой сигнальный жилет. Все это я готова была надеть на себя ради интересной экскурсии. Совместное предприятие компании Мазда Мотор Корпорейшн Япония и Пау Солерс Россия создана на принципах партнерства 50 на 50, существует с 2012 года. В конце 2015-го завод перешел на сборку автомобилей по стандарту Евро-5. С 2017-го предприятие выпускает авто, оборудованные системой Эроглонас. С момента основания с конвейера вышли сотни тысяч высококачественных автомобилей. Компания Мазда Солерс Мануфурчуринг Русс входит в состав предприятий глобальной сети Мазда, расположенных по всему миру и является единственным производителем Мазда в России. Сейчас я нахожусь в цеху по производству автомобилей Мазда. Рядом со мной Павел, мастер производственной линейки. Работает здесь Павел с 2012-го года, поэтому все технологические процессы знает наизусть. Павел, расскажите, вот мы сейчас находимся на одной из станций по сборке автомобилей. Чем здесь конкретно занимаются сотрудники, расскажите. Мы находимся у самого начала линии сборки Мазда, где собираются элементы подвески, устанавливаются шасси, амортизаторы, двигатель, часть выхлопной системы, где далее автомобиль уже проследует на следующей станции, где будет состыкован с кузовом. Это мост автомобиля. Я так понимаю, сколько авто вы выпускаете в день? Вот завод Мазда-Колик. Наш завод выпускает в сутки более 140 автомобилей. Скажите, сколько человек работает в смену на завод на производственном суток? Наш завод работает в двухсменном режиме. В смену трудится порядка 75 человек в смену. Я так понимаю, есть какие-то основные станции? Мы сейчас находимся на первой. Что есть? Чем заканчивается? Мы сейчас находимся возле, я как уже сказал, у начала производственной линии. Затем идет линия инспекции, линия тестов, где проверяется автомобиль. Линия лакокрасочного покрытия, где осматривается автомобиль. Я думаю, что стоит посмотреть вообще подробнее каждую станцию. Пойдемте. Что происходит сейчас? На данный момент мы находимся возле одного из самых важных постов линии сборки, где у нас в последующем будет состыкован кузов с шасси автомобиля. Так называемая свадьба, где женится подвеска и кузов автомобиля. Сейчас там нет ничего, правильно? Да, это голый кузов, абсолютно. Далее он будет состыкован с элементами подвески. Автомобиль проследует на следующей станции, где уже будет подсборка моторного отсека и, опять же, элементов подвески. У вас здесь как на конвейере, я так понимаю, что сейчас один автомобиль уходит, следующий сразу же заходит, правильно? Абсолютно верно. Примерно тактайм каждой станции – это порядка 6 минут. 6 минут – автомобиль двинулся, 6 минут – автомобиль двинулся. А сейчас происходит один из самых важных процессов для сотрудников ГИБДД – нанесение ВИН-номера. Вот этот агрегат сейчас этим и занимается. Если хоть одна цифра или буква будет не видна или не носена неправильно, машину не зарегистрируют. Но на заводе Мазда Солерс этого никогда не происходит. Павел, я так понимаю, мы находимся на завершающей станции или еще нет? Одной из завершающих станций сборки непосредственно автомобиля. На данной станции у нас происходит заправка тормозной системы автомобиля, установка выхлопной системы, установка карданного вала. После опускания автомобиля на колеса на этой станции будет впервые запущен двигатель автомобиля, где автомобиль далее по линии будет двигаться уже своим ходом. Вот она, эта линия, и по-моему, автомобиль тут раз пошел. Сегодня завод выпускает три модели Мазда. Большую часть комплектующих поставляют японские предприятия, а монтаж осуществляется на отечественных конвейерах. Завод работает по плану, выпуская в год 50 тысяч моделей. Мазда 6. Этот серый седан примечатель тем, что именно на таком передвигается сам генеральный директор завода Мазда Солерс. Мазда CX-5. Это красная красавица. Примечательна тем, что именно эту модель стали выпускать первой в 2012 году. Ну и, наконец, Мазда CX-9, флагман завода. Примечательна тем, что эта самая новая последняя модель имеет 7 посадочных мест. Машина премиального класса, и, пожалуй, я в нее присяду. Ну, красота. Ну, как можно не купить такую машину? Кожаный салон. Одно удовольствие. Кожаный салон. 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 Буквально недавно на заводе Mazda Solar запустили массовое производство двигателей. Раньше здесь производили только автомобили, а сейчас мощнейшие двигатели для Mazda, которые, кстати, идут на экспорт в саму Японию. И технология эта очень секретная. Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках Торнодеждинска. Предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda Sky Active G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Проверяют качество двигателей лично инженеры японской компании Mazda Motor Corporation. Казахстан Всем обладает проектной мощностью Areafs Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий, мы сейчас находимся на территории завода Mazda Solers И в таком каком-то интересном и необычном месте Здесь нет автомобилей, нет двигателей Где мы? Что за парк? Откуда возникла идея такой красоты? Да, все верно, мы с вами находимся на территории парка нашего такого импровизированного японско-русского сада Где наши сотрудники могут проводить свободное от работы время То есть это может быть и утренние часы, это может быть обед, это может быть какой-то вечер Если сотрудник вдруг решил по какой-то причине задержаться на работе То есть он может совершенно спокойно здесь провести время и насладиться зеленым нашим садом Идея пришла нам исключительно случайно, потому что мы планировали здесь сделать зону парковки для сотрудников завода Но потом подумали, что учитывая отсутствие в городе такой парковой инфраструктуры То было бы неплохо нам для сотрудников придумать какой-то свой собственный парк Ну и в общем так это все и реализовалось Мы с ребятами, которые здесь во Владивостоке работают, местные дизайнеры Нарисовали вот этот вот замечательный парк, согласовали с ними концепцию, ну и в общем-то реализовали Вы постоянно, вот уже несколько раз сказали слово сотрудники-сотрудники Я так понимаю, вы очень беспокоитесь о них Скажите вообще в принципе сколько у вас на заводе работает сотрудников? Сейчас почти 600 сотрудников у нас работает Что это за специалисты? Это различного рода специалисты, но в основном это высококвалифицированные опытные профессионалы Точнее я бы даже сказал все 600 это сотрудники высококвалифицированные профессионалы своего дела И мы действительно очень гордимся нашими сотрудниками Потому что считаю я, что каким бы ни был бизнес, какой бы успешной компанией ни была Без компетентных сотрудников, без профессионалов, которые работают в компании Ее успешно сделать невозможно Поэтому мы безусловно относимся с трепетом к каждому из наших сотрудников, к каждому человеку, к каждому работнику Завод находится во Владивостоке, потому что он опять же непосредственная близость к Японии, правильно понимаю? Совершенно верно, с точки зрения логистики для нас является безусловно ключевым Такой факт, что Япония как основной поставщик комплектующих находится достаточно близко Одновременно это наше и преимущество, и слабость Потому что с одной стороны, конечно, из Японии нам очень быстро и эффективно привезти комплектующие Но с другой стороны, основной рынок сбыта, он по-прежнему расположен в европейской части России Здесь, на Дальнем Востоке, традиционно спрос не очень большой Почему? Потому что даже Япония вблизи? Нет, это обусловлено несколько иными факторами Количество людей, которые здесь проживают, оно не очень большое по сравнению с тем количеством, которое все-таки живет на европейской части России Второе, здесь покупательская способность, как вы правильно заметили, возможно была обусловлена в том числе и тем, что близко к Японии мы находимся То есть засилием праворульных автомобилей, которых еще по-прежнему все еще много в Приморском крае Вкусы Приморцев, они сформировались с определенной спецификой и влияние японских брендов, оно оказало на них чрезвычайно серьезное влияние К сожалению, бренд Мазда не очень слишком популярен среди этих Приморцев Но, тем не менее, количество автомобилей на дорогах Приморского края, в частности Владивостока, растет Я имею в виду, количество автомобилей Мазда, новых, производимых нами, растет Мы это видим, поэтому... У меня, кстати, была первая машина Мазда, а вы сами на какой машине ездите? На Мазде На Мазде? А какая именно Мазда? У меня Мазда 6 Хорошо, Дмитрий, скажите, это принципиально тоже важный вопрос На заводе Мазда Солер полностью японские технологии же, правильно? Мне интересно, как внедрять их технологии к нам и как сотрудники проходят обучение Откуда они знают, что делать и как делать? Во-первых, технологии, которые применяет Мазда, они не просто японские, они международные То есть, так как компания Мазда является международной корпорацией, то нельзя говорить, что это чисто японские технологии В любом случае, это технологии, которые используются во всем мире И мы здесь являемся не исключением Мы используем те технологии, которые применяются в Японии, которые применяются в Мексике на заводе Мазды, в Китае на заводе Мазды Или, например, будут применяться на строящемся заводе в Соединенных Штатах Америки Здесь не имеет значения географическое положение завода В любом случае применяются мировые стандарты Конечно, не все происходит гладко, когда мы пытаемся внедрить эти стандарты Потому что все-таки есть определенные нюансы, связанные с ментальностью, в том числе и ментальностью русских людей И здесь мы, опять же, находимся в несколько более выгодном положении по сравнению с возможными потенциальными конкурентами Потому что мы уже давным-давно сосредоточились на повышении компетенции нашего персонала Поэтому у нас особых проблем не возникает Так обучает кто? У нас есть свой собственный учебный центр, это первое А второе, у нас, например, на нашем двигательном производстве практически 100% персонала прошли обучение в Японии Чем может быть этот проект интересен для инвесторов? Конечно, у нас есть здесь и свободные площади, которые потенциально могли бы быть использованы нашими поставщиками Мы с некоторыми из них ведем ряд переговоров и обсуждаем различного рода бизнес-кейсы И наш пример прежде всего интересен инвесторам с точки зрения нашей его успешности То есть мы демонстрируем, что здесь, в Владивостоке, мы можем делать успешный бизнес, который интересен не только российскому акционеру, но и японскому акционеру Поэтому с этой точки зрения мы абсолютно открыты и всегда рады, если кто-то появляется среди интересантов, инвесторов потенциальных Или компаний, заинтересованных в том, чтобы обеспечить свое присутствие здесь, на Дальнем Востоке При этом использовать какие-то наши имеющиеся мощности, площади и так далее Подводя итоги, закольцуем нашу с вами беседу Начали с сотрудников и можно закончить сотрудниками Существуют ли у вас какие-то, ну, может быть, я не знаю, вот вы говорите, ездите на машине Мазда Сотрудник может по лояльной программе приобрести автомобиль Сотрудник может приобрести автомобиль по корпоративной программе предоставления скидок Я не могу озвучить сейчас размер скидки, потому что она, безусловно, зависит от конкретного автомобиля, его стоимости Но она у нас достаточно высокая скидка, которую получает сотрудник, то есть делает автомобиль для него более привлекательным И кроме этого, у нас есть еще и корпоративные автомобили, которые мы используем, безусловно, это автомобили Мазда И нередко это является в том числе и мотивацией для сотрудников, неденежной мотивацией, когда они получают в пользование автомобиль Уже хочется стать сотрудником завода Мазда Солерс Это тяжело, скажите, что нужно сделать Ты очень умный, талантливый Для этого необходимо направить резюме в наш отдел подбора персонала и ждать, когда они ответят У нас постоянно появляются новые вакансии, они публикуются То есть достраиваете людей в рабочие места Да, безусловно, они публикуются в различного рода доступных источниках В том числе у нас есть почтовый ящик, электронный почтовый ящик, куда можно направить свое резюме Даже в том случае, если вакансии, например, отсутствуют То есть она не открыта, да, но при этом человек хочет направить информацию о себе и обязательно с ним свяжутся Все? Зарплаты хорошие по секрету? Одни из самых высоких в городе или в крае Я бы даже сказал, что одни из самых высоких в среднем по России Вот так вот Вот такой вот интересный на информацию, на сотрудников, на генерального директора Завод Мазда Солерс Благодарю вас, Дмитрий, за подробное интервью Благодарю вас, Дмитрий, за подробное интервью Дмитрий, за подробное интервью Дмитрий, за подробное интервью Ну и завершающий этап. Все Мазды красавицы грузятся вот в эти вагоны и отправляются в далекий путь из Владивостока по всей нашей стране России. Около 70 дилерских центров и в каждом машинку ждет свой хозяин.